Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Марина Демченко, я холистический маркетинг-коуч, эксперт по личному брендингу. И сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое личный бренд, почему эта тема так популярна сегодня и зачем он, собственно говоря, нужен. Прежде всего, наверное, нужно сказать о том, что сегодня, когда у нас есть прямая возможность, используя сеть интернет, различные мессенджеры, социальные сети, без преувеличения общаться со всем миром, сегодня очень важно в поиске клиентов опираться на подчеркивание своей уникальности, на подчеркивание каких-то своих черт, которые будут выделять вас уже не среди ваших коллег в регионе, в городе или даже в стране, а вообще в целом во всем мире. Сегодня мы подходим к вопросу построения личного бренда, целостно, холистически рассматривая своим рынком, глобально, всю планету Земля, потому что даже при условии того, что вы будете говорить и транслировать свои какие-то смыслы, понятия, презентацию себя на русском языке с учетом того, что по большому счету границы размываются и сегодня есть замечательная возможность любому специалисту работать в любой точке мира. Был бы спрос и был бы заказ, не говоря уже о том, что целые десятки, наверное, профессий сегодня уходят в работу онлайн, сегодня можно, в общем-то, не выходя из офиса, из кабинета, а может быть даже и из дома, действительно осуществлять свою деятельность на весь мир. Поэтому так важно сегодня, во-первых, найти свою изюминку, найти свою уникальность, подчеркнуть ее, суметь донести ее до своей целевой аудитории. И, собственно, само понятие целевой аудитории сегодня тоже меняется. И следующий момент немаловажный, это действительно найти свою нишу, найти свое уникальное место, уже не просто в офисе, в городе, в стране, а вообще в целом во всем мире. И это очень здорово, что молодые специалисты сегодня имеют действительно глобальные, поистине глобальные, планетарные масштабы и амбиции найти свое профессиональное место. Это, ну вот, собственно, в любой точке мира и готовность к переезду сегодня не воспринимается с таким недоумением, так, как, допустим, это было лет 15-20 назад. То есть бренд действительно актуален, построение личного бренда сегодня очень важно, потому что вам нужно отстроиться, вам нужно, в конце концов, донести, кто вы и в чем ваша уникальность, в чем ваше отличие, чем вы можете помочь глобально людям, вне зависимости от их географического положения. С другой стороны, с другой стороны, бренд сегодня очень важен и значим, потому что в условиях переизбытка информации, в условиях вот этой вот масштабнейшей планетарной конкуренции первым и ключевым и, наверное, самым значимым критерием выбора не только специалиста, но и продукта, компании, партнеров, инвесторов, кого бы там ни было, является доверие. И доверие, как ключевой фактор, действительно сегодня заставляет нас, ну, во-первых, позиционировать свою экспертность, доказывать ее, и это самое доверие вызывать, потому что доверие, в свою очередь, влечет за собой вот эту самую востребованность и, естественно, влечет за собой успешность, как материальную, так и успешность в плане известности, популярности, там, я не знаю, успеха, славы, денег, в зависимости от того, что вы для себя определяете под этим термином. Нам сегодня очень важно понимать, что создание персонального бренда необходимо специалисту практически любой профессии. Причем, если раньше мы говорили о том, что личный бренд, персональный бренд, да и бренд в целом, это какой-то человек или продукт, который достиг существенных высот, существенного успеха, достаточно широкой известности и по праву может называться брендом, в силу того, что он известен, популярен и востребован, то сегодня все чаще специалисты склоняются к тому, что бренд — это величина психологическая, бренд — это величина в большей степени эмоциональная. И по большому счету, если опираться на большинство характеристик, значения слова «бренд», мы можем с уверенностью заявлять о том, что бренд не существует без глаз, восприятие без головы клиента или человека, который является потенциальным клиентом. Таким образом, если бренд — это психологическая величина, психологическая характеристика, а именно это ваш образ, восприятие вас в глазах и в лице других людей, прежде всего реальных и потенциальных клиентов, возможно, работодателей ваших, возможно, ваших партнеров, да и собственных конкурентов тоже, то, соответственно, в комнате, где больше двух людей, уже возникает бренд. Бренд возникает на университетской скамье, бренд возникает в коллективе сотрудников, естественно, бренд возникает на рынке во взаимоотношениях, ну, причем рынок, да, не только тот, где продаются овощи и фрукты, да, а рынок как экономическая категория, где существуют спрос и предложения любого товара, или услуги. Таким образом, везде, где есть больше двух людей, мы можем говорить о том, что есть некое восприятие вас как специалиста, как эксперта, да просто как личности, и, соответственно, там рождается бренд. И, исходя из этого, сегодня мы все больше понимаем и осознаем, что если мы не управляем нашим брендом, это не значит, что его нет, а значит, он действительно не управляем, и мы не имеем ни малейшего представления или имеем очень смутное представление, очень часто имеем ложное представление о том, как нас воспринимают люди и кем мы являемся в их глазах. Здесь очень важно сказать, почему это важно. Если мы неправильно понимаем или неправильно транслируем, или неправильно доносим информацию о себе, о своих профессиональных характеристиках и качествах, мы не можем надеяться и даже рассчитывать на то, что нас выберут как эксперта, как специалиста, как консультанта, как человека, который предоставляет какие-то услуги, что нас выберут осознанно, что это будет не некое решение по настроению, или, возможно, это будет знакомство, или просто рекомендация друзей или хороших людей. Нас выберут не потому, что мы представляем ценность, нас выберут по какой-то другой, чаще всего случайной причине. И опять же, если возвращаясь к планетарным масштабам и глобальной конкуренции, мы сегодня не можем себе позволить такой роскоши, чтобы нас выбирали случайно, наугад, по велению удачи или по знакомству, потому что сегодня вопросы знакомства в условиях позиционирования и продвижения себя как специалиста мира уже, к сожалению, не сыграют той роли, которая могла бы сыграть раньше. Соответственно, что у нас из всего этого получается? Нам необходимо создавать бренд. Бренд — это образ, который мы формируем в глазах у других людей. Нам нужно очень четко сформулировать и донести до людей, и помочь им разобраться и понять, в чем мы являемся уникальными, в чем наши уникальные характеристики, в чем наши профессиональные, если хотите, фишки, в чем значимость той услуги, которую мы оказываем, почему именно мы, какие личностные характеристики поддерживают нас как специалистов, насколько приятно с нами работать, в конце концов, и общаться. Вот все эти моменты, собственно, и формируют целостный бренд, целостное позиционирование, целостное понимание того, кем вы являетесь как эксперт, как профессионал, как специалист и как личность. И здесь, естественно, если говорить о том, с чего начать, и на чем, прежде всего, необходимо сделать акцент для того, чтобы сформировать вот это управляемое восприятие вас другими людьми, прежде всего, нужно разобраться в самом себе. И я уже говорила и упоминала о том, что бренд величина психологическая, поэтому в разработке бренда и в создании персонального бренда, целостного фолистического бренда, очень важно, в том числе, да, и психологическая работа над собой. Все очень просто, задайте себе пару вопросов, да, кто вы как специалист, как личность, как человек, какой вы, почему с вами приятно, важно, ценно, значимо общаться, и какую ценность, собственно говоря, полезность и значимость, да, вы готовы предложить своим клиентам. В идеале ставить вопрос действительно масштабно и амбициозно, что конкретно я могу предложить миру, в чем конкретно я могу быть ценным, полезным и интересным. Ну, а, собственно, как ответить на эти вопросы правильно, как их правильно сформулировать, возможно, доформулировать, как разобраться с этими, ну, собственно, без малого, да, такими философскими экзистенциальными вопросами, мы с вами поговорим в следующий раз. Меня зовут Марина Демченко, до новых встреч.